Через год преобразится в Кирове еще один объект. Активисты движения Томс Сойерфест начинают второй сезон. Напомню, в рамках этого проекта волонтеры реставрируют исторические здания по всей стране. Прямо сейчас идет собрание кировских активистов Томс Сойерфеста. На месте находится наш корреспондент Елена Шарыгина. Лена, уже известно, какой дом будут восстанавливать в следующем году? Добрый вечер. Да, уже известно. В следующем году отреставрируют дом по адресу улица Мопро, 19-Б. Рядом со мной находится один из организаторов этого проекта Томс Сойерфест на Вятке, Елена Кустова. Елена, расскажите, почему вы выбрали именно этот дом? Дело в том, что в нашем городе сейчас осталось очень мало деревянных домов. Тем более тех, которые имеют богатую резьбу. Вот это один из тех немногих, которые остался. Он имеет резьбу не только на окнах, которые мы видим обычно в домах, но и имеет очень интересные подзоры. Поэтому наша цель восстановить этот дом, привести его в тот вид, который бы радовал наших жителей. Поскольку сейчас, по крайней мере, кто с вами работает, говорят о том, что он не видит этот дом. Там очень много рекламы, то есть его проходит мимо него, и его не замечают этот дом. Что очень, конечно, обидно. Вы уже осмотрели этот дом. Можете уже как-то предположить, какие именно работы вас ожидают? Работ там очень много. Там не только резьба, которую надо будет тоже восстановить. Мы планируем уже заняться зимой этим. Кроме того, надо будет делать соколь, менять кирпичи. Вот снова вернется тема кирпичей, которая у нас была в этом году. Возможно, надо будет заниматься еще и крышей, и много других работ. Но я надеюсь, что мы за лето все-таки успеем. Расскажите, в чем значимость этого дома? Какая у него история? Ну, я думаю, как раз значимость – это внешний вид, в первую очередь. Потому что это был облик нашей Вятки. Вот мы сегодня этот облик теряем. Теряем очень быстро, да? Дома поджигаются, сжигаются, и практически ничего уже не осталось подобного. Наверное, в этом главная его значимость. Ну, кроме того, мы знаем его историю. Это дом 1893 года. Дом, построенный мещанином Ключеревым. В принципе, наверное, это был обычный житель Вятки того времени. Да, но, наверное, со своей эстетикой, да, с чувством прекрасного, что позволяет нам говорить о том, какая она была тогда, в 19 веке. Ну, дом сейчас находится, откровенно говоря, в ужасном состоянии. И если вот не предременять каких-то мер прямо сейчас, то дом аж просто сгнить. Это же, наверное, очень большой объем работы. Вот вы готовы к тому, что вы увидите? Знаете, мы тоже планировали в этом году за месяц сделать все работы на Спасках Рецелоси. К сожалению, оказалось гораздо больше работ. Но я думаю, что после нашего опыта этого года нас уже трудности не пугают. И я очень надеюсь, что будут помощники. И мы приглашаем всех нас поддержать. Нам нужны инженеры, нам нужны строители, нам нужны просто ваши руки. Чтобы, я думаю, что общими усилиями, если для нас всем важен этот дом, мы сделаем большое и хорошее дело. Расскажите еще, что нужно для того, чтобы согласовать этот проект? То есть все равно ведь не так просто это все делается. Дело в том, что нужно согласование на покраску любого дома в нашем городе. И я думаю, что мы эти документы тоже к маю месяцу сумеем приготовить. Спасибо большое, что ответили на мои вопросы. А я напомню, что активисты уже в этом году отремонтировали здание по адресу улицы Спаская, 38. На это они потратили 5 месяцев и около 170 тысяч рублей. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо. Спасибо.